Игры разума и нанотехнологий. В Чебоксарах прошел региональный этап всероссийского фестиваля Робофест. Узнать, чья сконструированная машина самая умная, мощная и маневренная, собрались около 150 юных техников со всей республики. Задания самые разные. Вместе с судьями функционал механизмов оценил и наш корреспондент Рифат Фадкулин. Вместо игрушек у этих ребят микросхемы и чипы, провода и датчики. В свои 10 лет они уже будущие инженеры и программисты, причем с хорошей перспективой. Заставить обычный детский конструктор рисовать, играть в гольф или боулинг для них не составляет труда. Ребята поделились по двое. Один собирает робота, второй программирует. Все это занимает у юных ученых не больше часа. Дима Федоров с другом выполнили первую часть задания раньше всех, однако техника оказалась не очень послушной. Наш робот состоит из набора НХТ с блоком ЕВА. Он должен ехать по черной линии, преодолевая препятствия в виде горки. Сейчас есть проблема, что он хочет поворачивать, когда ему это необходимо. Пытаюсь его понять. Датчики теряют линию и все. Захватить кубик, провести по указанному маршруту и поставить в квадрат. Со всем этим прекрасно справляется этот миниатюрный транспортировщик. Цвет и размер фигуры робот определяет с помощью световых датчиков. Умные машины интересуют не только мальчишек, но и девчонок. В будущем я хочу стать программистом, инженером. Это для меня, мне кажется, это робототехника, это очень хороший кружок. Программировать легче. Главное его собрать правильно. И также главное сделать подвеску, например, потому что он не сможет просто с маленькой подвеской заехать на горку. Я решила участвовать, потому что тут очень интересно собирать детали, строить что-то новое, вносить в мир. А на этой площадке задание посерьезнее. Здесь участники должны пустить роботов-чертежников на белое поле с черными точками. Их нужно по порядку соединить линиями. Жюри оценивает все, и четкость, и быстроту движения. Но у Артема и Ивана робот наотрез отказался чертить. Почему он не опускает? Потому что робот не до конца отпустил маркер. И мы его неправильно закрепили маркер. На робота. Здесь и игра, и азарт. А главное – интерес к востребованным сегодня IT-специальностям. Соревнования по робототехнике в Чувашии проводятся уже в четвертый раз. И из года в год сюда приезжают все больше талантливых ребят. Фестиваль такой нужен для того, чтобы дети понимали, что такое вообще робототехника, что такое инженерно. Для чего им нужны предметы, которые они в школе изучают. Потому что в этом фестивале как раз для подготовки к роботу необходимы навыки в математике, физике, химии, информатике, механике. То есть весь спектр технических наук, которые в школе они изучают, здесь он необходим. И дети видят, зачем они это изучают в школе. Победители этих, без преувеличения научных состязаний, вместе со своими умными машинами отправятся на всероссийский этап состязания в Москву. Он пройдет в середине марта.